И этот был юноша, у которого было все. Самые дорогие одежды, самый дорогой, изысканный парфюм, самая разнообразная, хорошая еда. Бисмиллах, альхамду лиллах, вассаляту саляму аля, расулли ллах. Ассаляму алейкум, варахматуллаху, баракату, уважаемые братья и сестры. Хочу начать с того, что самый счастливый человек на этом свете это тот, кто следует сунне посланника Аллаха, алейсаляту салям, и который воспитывает семью, детей в духе ислама. И как говорится в хадисе нашего посланника Аллаха, алейсаляту салям, куликум ра'ин, вакуликум мас'улин анна ра'иятихи. То есть смысл, каждый из вас пастырь и каждый ответственен за свою пасту. И хотел бы сегодня рассказать эту историю, историю одного молодого сподвижника, которому не было лет 20. Звали его Мусаб ибн Амэр, дабу и даулин им Аллах. И этот был юноша, у которого было все. Самые дорогие одежды, самый дорогой, изысканный парфюм, самая разнообразная хорошая еда. Его род и семейство считалось знатным в Мекке. И как-то раз он услышал, что в Мекке появился такой человек, Мухаммад, который призывает людей к единобожию, чтобы люди поклонялись Всевышнему Господу и оставили поклонение идолам. И ему стало интересно, о чем же говорит Мухаммад. И как-то раз он пришел на одно из собраний, услышал речь пастанника Аллаха, услышал речь Ур'ана, и он принял Ислам. Но самые тяжелые испытания ждали его впереди, ведь его род, семейство были из числа язычников, и они могли лишить его всего того, что у него есть. И больше всего он боялся того, что подумает его мать. Его мать была из таких знатных женщин. И все-таки эта информация дошла до матери, что его сын принял Ислам, и она очень сильно разозлилась, заперла его в доме, поставила стражу, и его не упускали. Но все равно это испытание было от Всевышнего Аллаха, и в скором времени он вышел из-под стражи и уже, можно так сказать, скитался по улицам Мекки. Но у него уже не было той хорошей одежды, того парфюма, той еды, он много голодал. И как-то раз увидели его сподвижники, посланник Аллаха, алейхи саляту салям. И посланник Аллах, алейхи саляту салям, говорит своим сподвижникам, я знал этого парня, юноша Мусаба ибн Амайра, и у него было все, и когда его родители, родственники, поставили перед фактом, либо вот это имущество, вот эта вся популярность, либо же религия Всевышнего Аллаха. И он выбрал религию Аллаха и его посланника, алейхи саляту салям. И как-то раз, когда люди переселялись в Эфиопию, совершали хиджру, и этот молодой сподвижник отправился в Эфиопию, там провел некоторое время, и когда он обратно вернулся, и родственники его, и мать больше не трогали его, оставили его в покое. И самое интересное событие этого юноши ждали впереди, и когда встал вопрос о том, кого отправят в Медину в качестве распространителя ислама в этом городе, и было у пророка, алейхи саляту салям, много кандидатур. Старшие люди, и у посланника Аллаха, алейхи саляту салям, было много кандидатур, были сподвижники, которые были в возрасте, более опытные, более знающие, но он выбрал этого молодого юношу, Мусаба Ибн Амайра, и отправил его в Медину. Он считается в религии ислам первым послом, первым мусульманским дипломатом. На тот момент в Медине было около 12 мусульман, и он провел некоторое время в Медине, и не остался ни один дом, куда бы не вошел в нур ислама. И люди, конечно, были в этом городе, которые препятствовали ему на пути распространения религии. Его же одного из племен даже схватил его и говорит, перестань это делать, уходи отсюда. Но он мягко, вежливо обратился к нему, давай присядем, я расскажу о религии ислам, если тебе понравится, это будет для всех хорошо, если же нет, я уйду. И он рассказал о религии ислам, прочитал аяты ур'ана, и тот вождь принял ислам, ему это все понравилось, и его племя, разумеется, тоже приняло религию Всевышнего Аллаха. И он объединил две враждующие стороны, племена Аус и Хазарач, и уже через год, когда уже наступило время следующего хаджа, он уже вернулся в Мекку с 70-ми мусульманами, и это было большое достижение для этого молодого парня. И не зря его посланник Аллаха, алейхи саду, выбрал именно его в качестве посла, потому что он обладал всеми достоинствами, и его посланник Аллаха готовил к этой великой миссии. И в возрасте 40 лет он пал мучеником, шахидом на пути религии Всевышнего Аллаха в битве при Ухуд, когда он нес знамя религии, ему отрубили одну руку, он уже другой руке держал это знамя, другую руку отрубили, и он уже оставшимся конечностям держал это знамя, пока один из язычников не вонзил ему меч, копье в грудь. И он когда скончался, все из подвижники плакали обильными слезами, всем стало грустно, печально, больше всех опечалил, конечно, посланник Аллаха, у которого была двойная печаль, потому что погиб его дядя Хамза и этот молодой сподвижник, который внес большую лепту в распространенные религии и был его помощником в городе Медина до его переселения. И когда сподвижники хотели его похоронить, не нашлось савана, и то, что на нем была одежда, его одежды было недостаточно, и когда закрывали нижнюю часть, открывалась верхняя, когда прикрывали верхнюю часть, открывалась нижняя, и с подвижникой обратились по санюху Аллаху Алису и савану, что нам делать? И он ответил, то, что возможно, прикройте оставшуюся часть тела уже прикройте листьями. Если, уважаемые братья и сестры, вам представить двух парней, один парень такой молодой, богатый, успешный, перспективный, у которого было все, о чем можно было мечтать, и на другой стороне другой парень, который лежит в крови, весь изородованный, у которого отрублены части тела, и которого даже нечем накрыть. И мы, эта история об одном и том же человеке. Мусаб ибн Амайр, дабу и дауни има Аллах. И к чему привожу эту историю, уважаемые братья, историю про этого молодого сподвижника, о его героизме, о его усердии, искренности, потому что у наших детей совсем другие кумиры. Это могут быть футболисты, хоккеисты, баскетболисты, актеры, но они ничего не знают о жизни, описания пророков, сподвижников, праведников. И говорится, что место, где упоминаются дела и жизнь праведников, туда не спускается милостивущего Аллаха. И когда наши дети будут знать, кто такие пророки, что они сделали в жизни, к чему они призывали, и история вот таких сподвижников, конечно же, у них уже будут другие кумиры, они будут следовать другим идеалам. И, конечно же, если мы хотим, чтобы наши дети знали об этих историях, чтобы у них появилась любовь к этим людям, конечно же, нам самим, родителям, нужно это знать, самим интересоваться религией, историей, у самих, чтобы появилась любовь. И, конечно же, когда дети видят нас, что мы на таком пути, они, конечно же, будут поддержать своим родителям. А если же мы заняты чем-то другим, не интересуемся, и они остаются наедине с самим собой, со своими друзьями, с улицы, и уже они уходят по другому пути. И хотел бы привести пример, когда был сам свидетелем, когда были летние курсы в одном из райцентров в нашей республике, и отец пришел сам с двумя детьми записаться на эти летние курсы. На летние курсы ходили где-то 50 детей, и не было ни одного отца, который сопровождал своих детей. И только один отец пришел, и его детям было где-то 7 лет, близняшки, и сам лично вместе с ними начинал изучать алфавит. Алиф Баата начал изучать основы религии. То есть он на собственном примере показал, к чему надо стремиться. Они видят, что отец вместе с ними на их уровне занимается, и, конечно, у них будет двойной стимул, и учеба будет становиться лучше и лучше. Отец может контролировать лично, к чему обучаются дети, и, конечно же, может совет дать молодому учителю, у него, так как жизненный опыт есть, видит, если что-то не так, тоже может совет дать учителю, и контролировать поведение детей, и, конечно же, чтобы его дети овладели хорошими знаниями. Альхамдуля, уже на протяжении многих лет в нашей республике проходят летние курсы, где наших детей обучают чтение Курана, основам религии, этике, уважение к родителям, этике уважения к родителям, учителям, к взрослым людям. И, конечно же, эти курсы носят всеобъемлющий характер. И, когда отправляют учителей, уважаемые братья и сестры, в какой-то город, в вашу мечеть, в ваш район, ваше село, нужно, конечно же, поддерживать этого учителя, потому что этот учитель тоже, да, ему лет 20, 21, 22, и он оставил, да, свое село, оставил своих родных и близких, да, на этих летних каникулах и пришел обучать ваших детей, наших детей. И мы должны, конечно же, оказать ему всестороннюю поддержку. В первую очередь, эта поддержка касается именно, чтобы мы отправляли своих детей, чтобы мы контролировали их учебу. Ведь он, например, если к этому учителю пришли 20, 25, 40 человек, он не может каждому уделить достаточное внимания, у каждого спросить домашний урок, каждому уделить полноценно, 100% внимания. Из-за этого мы, родители, если мы будем вот так оказывать поддержку вот этим учителям, да, отправлять детей, контролируя, требуя у них дома знания, конечно же, эффект будет огромный. И, конечно же, эти дети уже не пойдут по неправильному пути. И неправильных путей, к сожалению, очень много. Вот дети становятся, да, взрослые люди становятся наркоманами, уходят, да, экстремистские течения. Ведь дети, которые обучаются, да, летом, этим летним курсом, они проходят определенный уровень, и в следующем году они переходят, да, получают другие знания, и у них эти знания закрепляются, и они уже начинают прислушиваться к своему разуму. И когда Всевышний Аллах нам дал разум, и мы следуем, да, этому разуму, то мы можем подняться выше ангелов. Если же мы не следуем своему разуму, следуем своим страстям, то мы уже опускаемся ниже животных. И бывает неприятно, когда видишь, что мусульман, которые покупают сигареты, и видят, что написано, курение убивает, и главное же, он знает это, все равно он и тратит свои средства, покупает, и открывает пачку, и курит, и можно разве назвать этого человека разумным? Ведь шайтан, иблис, он знает, что разум является нашим главным спасителем, и он предлагает всевозможные усилия, чтобы сбить нас из истинного пути, а чтобы сбить, у него есть много ухищрений, как я уже перечитал, это и на наркомании, и экстремизм, и алкоголизм, чего только нет в современном мире, чтобы шайтан мог сбить из истинного пути, и если мы следуем разуму, мы можем спастись. А что такое разум? Разум это умение определять, отличать хорошего от плохого и выбрать хорошее. Хотел бы в конце, уважаемые братья и сестры, призвать нас, себя и вас интересоваться религией ислам, изучать глубоко, знать истории вот таких великих людей, чтобы мы, как было сказано, впитались этой любовью, и от нас эта любовь перешла к нашим детям. И наши дети, конечно же, если возьмут это все в детстве, наши дети являются, пока они маленькие, чистым листом, губкой, которые впитывают как все хорошее, так и все плохое, и просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах их наделил только самым хорошим. И человек, который, например, зарабатывает честным путем, халал заработком, и который прилагает все усилия, чтобы домой принести честно заработанный кусок хлеба, если у него не хватает времени объяснить ребенку, что хорошо, что плохо, Всевышний Аллах даст ребенку правильное воспитание. Если же человек, конечно, зарабатывает запретным путем, и сколько бы он своему ребенку не объяснял, сынок, это хорошо, это надо делать, это плохо, этого не надо делать, то, конечно, от его слов будет мало пользы, или, может, вообще не будет пользы. Из-за этого нужно в первую очередь думать о дозволенном пропитании, вести правильный образ жизни, как отцу, так и матери, и, конечно же, общаться побольше с детьми, и вместе с ними посещать такие места, где ребенок получает нужное и важное образование, нужное воспитание. И вот эти летние курсы в самом разгаре, и у нас осталась возможность вместе с нашими детьми посещать и получать пользу самим, и, конечно же, чтобы польза была для наших детей. Пусть Всевышний Аллах поможет нам воспитать хорошее, достойное поколение, чтобы этим поколением гордился наш постанник Аллаха, чтобы гордились мы, дагестанцы, чтобы нам никогда не было стыдно за них, и чтобы мы никогда не опускали головы из-за того, что мы стыдимся за их плохие поступки. Пусть Аллах убережет нас от всего плохого, и одарит нас своей милостью, и поможет нам усовершенствовать свои нравы. Велحمдюль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .